Итак, всем привет, с вами Добгай, начинаем мы играть в The Great War Redux, это мод про Первую мировую, за Германскую империю, потому что я недавно посмотрел интересный фильм про Первую мировую вышел, на Западном фронте Беспермин по-моему называется, и в общем-то решил в эту эпоху поиграть. Давайте посмотрим, что у нас за страна, так сказать, какая у нас промышленность, что у нас есть, у нас, я бы сказал, достаточно мощная промышленность, из всех держав, я думаю, у нас будет самая мощная в Европе, да, так и есть, у нас есть много заводов военных, много верфей, на самом деле, да, 15 нормально, конечно, у Британии больше, но это нормально. И в чем особенность этого мода, помимо очевидной Первой мировой, во-первых, у вас нету авиации на старте, да, есть какие-то зачатки, но по факту авиации нету, и нету у вас бронетехники на старте тоже. К чему это приводит? Я еще замечу, да, что все вот эти исследования 14-го года, и это как раз кеда от начала войны, это приводит к тому, что на момент начала войны у вас нету всех нужных вам исследований. Либо вы рашите технологии вперед, а вам придется, по двум причинам, во-первых, здесь, как вы можете видеть, не особо много технологий есть поисследовать до 14-го года, а во-вторых, вам нужно получить какое-то преимущество к войне, и вы должны выбирать, что вы хотите. Вы можете попробовать в танки пойти, до этого нужно здесь вот исследовать технологии, и потом здесь танки на самом деле 17-го года, поэтому я думаю, это почти нереально зарашить вовремя. Вы можете самолеты какие-то зарашить, и вы можете просто артиллерии, да, попробовать передавить как-то по статам, просто закидывая снова и снова пехоту. В принципе, достаточно исторично. И еще одна особенность, на море у кораблей нету возможности нормально уничтожать подводные лодки, следовательно, подводные лодки здесь просто имбища. Их мы обязательно исследуем, ну как, у нас уже есть, их мы будем обязательно строить, но мы тут вот получим баф потом на два исследования флота, и их мы потратим, я думаю, вот в эти две исследования, в этих два исследования. Также особенность мода в том, что в отличие от, так сказать, изначального года на Первую мировую, здесь есть много вариантов развития событий, да, вы можете какие-то альтернативные пути взять, как вот просто здесь, казалось бы, да, демократический, псевдодемократический путь, такой более-менее исторический путь, и даже в историческом пути у вас здесь есть какие-то варианты развития событий. И вы можете напасть на Австро-Венгрию, и потихоньку ее разделить на части, части интегрировать, с Россией заключить союз, там где-то с Францией тоже, мне кажется, союз будет. Так что, короче говоря, много вариантов, много, очень интересно, возможно, мы по этому поиграем еще за другие страны потом, возможно, нет, посмотрим. Итак, что же у нас будет за план, да, нам же нужно какое-то преимущество получить. Во-первых, мы возьмем, пойдем вот сюда в первую очередь, пойдем вот этот баф на исследование, я думаю, мы начнем исследование истребителей буквально сразу, да, исследуем их через 3 года, то есть в 2013 году мы начнем уже производство. И с вот этим бафом мы начнем исследовать уже штурмовики, и добавим себе еще штурмовики, то есть наша ставка будет на авиацию, плюс, конечно же, мы также построим артиллерию, построим тяжелую артиллерию, она здесь дает побольше статов, то есть если мы возьмем сюда гаупицы, да, они дают просто больше противопехотной атаки. И, как я и сказал, вот прорыв в этой игре практически ниоткуда не взять, пока танков нету. Противопехотная атака дает больше, следовательно, если мы сделаем нормальный шаблон с нормальной противопехотной атакой, подкрепим это все авиацией, которая даст нам бафы, врагам дебафы, и плюс будет наносить полностью урон. Я думаю, с суммой вот пехоты плюс авиации мы сможем вполне себе хорошо пробиваться, ну а на море мы будем действовать в основном подлодками, но, кроме того, у нас здесь такой неплохой стартовый флот, хотел бы я сказать, но сравнивая его с британский флотом, а еще помню, что там есть французский, русский и японский флоты, и вполне себе, возможно, американский флот, и мы в ситуации сложной. Значит, нам нужно будет подстроить немножко верфей, потому что мы хотим иметь присутствие на море, или, по крайней мере, контролировать нашу торговлю. Достроим мы все, что у нас есть, и начнем строить, во-первых, какие-то дополнительные линкоры, а обязательно подводные лодки, подводные лодки будут прям иметь очень большой приоритет, и какие-то, возможно, корабли прикрытия, посмотрим, но в основном нам нужно побольше именно орудий, больше их построить. И когда мы исследуем подводные лодки вот эти 16-е, я думаю, мы переключим вообще все наше морское производство именно на них. В общем-то, это весь наш план, поехали! Так, и сразу по скидочке от нашего Вильгельма делаем себе однокомандующего армии, чтобы начать фармить опыт армии. Возможно, я также сейчас поставлю все реформы ВВС, чтобы получить себе дополнительный опыт воздушный, чтобы вот сюда поставить вот этот вот, во-первых, дух, и, во-вторых, подпечать все доктрины, потому что они нам тоже пригодятся. Ведь авиация, это, можно сказать, половина нашего успеха в прорыве. А также с полученного от фокуса, вот здесь вот видите, у нас политическая лазь добавилась, идем сразу дальше. Ставим себе эксперта по финансам, у нас на самом деле очень неплохие советники тут есть, но вот ставим сразу на ТНП и застраиваем все дальше заводы, фабриками. Думаю, годика два мы будем строить только фабрики, потом немножко верфей, и потом уже только военные заводы. Параллельно мы тут тренируем флот, чтобы, во-первых, получить все доктрины, во-вторых, какие-то духи, и потом поисследовать побыстрее вот эти вот технологии, которые дадут нам тоже преимущество на море. Очень неплохое. Османы хотят купить у нас дредноуты, давайте им продадим. В теории они будут реально нашими союзниками, так что почему бы нет. Поставили мы тут советника на авиацию, а можно дальше построить вот этого парня на скорость строительства фабрик, и продолжаем строить наши фабрики, собственно говоря. Когда мы создаем агентство, и я попробую еще какие-нибудь чертежи украсть, чтобы получить себе бафы к исследованиям. Возможно, армия, возможно, флота, посмотрим. Может, даже авиация, хотя авиации, скорее всего, нет. И ставим все советника на агентство, чтобы нанять второго агента. У нас есть, кстати говоря, исторический, я так понимаю, агент с французской национальностью. Очень она нам должна помочь. И вот попробуем внедриться, я думаю, в армию, скорее всего, да, чтобы именно баф получить к исследованиям военным. И потом вот украдем военные чертежи. Посмотрим, может, еще и ВВС. Потому что есть шанс, что это даст на баф к исследованиям. И тогда мы вот этот вот начнем заново исследовать уже с бафом и исследуем его чуть раньше. И так же делаем тут все линейные крейсеры. Делаем шаблончик и начинаем их производить. Как я и сказал, будем производить по себе тяжелое орудие плюс подлодочки. Подлодки будут выглядеть у нас, я думаю, вот так. Вполне себе они смогут у нас даже, возможно, с обычным флотом воевать. Так что вот так вот пока что будет выглядеть производство. Возможно, мы добавим потом еще какую-то поддержку прикрытия. Получили мы себе концерн авиационный. Как он с политической власти появится, мы его возьмем. Идем сейчас вот эти фокусы брать себе дополнительные верфи. Сделали мы местные центры обучения, вербуем в Британии агента. И пока что его отправляем все еще во Францию, чтобы там внедриться в армию, да? Но позже, ну в принципе сейчас он, в любом случае, будет на миссии. Позже еще в Британии тоже он будет работать. Идем мы здесь также в Агадирский кризис. Он пропустился, потому что он уже закончился. Мы его, грубо говоря, не стали преследовать, да? Секновили себе время. И мы хотим взять вот эти фокусы. Во-первых, они дают кучу политики и выделяют наши колонии, которые мы, ну, вряд ли, объективно говоря, сможем контролировать. А самое главное, вот здесь вот мы получим еще 5 ТНП, поэтому давайте-ка туда мы и пойдем сейчас. И еще одно, во что мы пойдем. Так, кстати, заранее это бронепоезда. Вот сюда вот, чтобы выйти в пушки. Скоро, кстати говоря, ну, как скоро, буквально уже через годик мы получим себе новые истребители, новые штурмовики и начнем их производить, собственно говоря. А в мире при этом все идет исторично, в том плане, что я поставил исторические фокусы. Только мы, я не уверен, что вот это исторично считается, да? Но, допустим, допустим, получим опять кучу политики. И вот это прибыль от концессии. Смотрим, что здесь будет, я не уверен. Тоже вот это все можем выделять, потому что, ну, честно говоря, у нас, ну, нет шансов, да, все вот эти территории здесь контролировать. Итак, подготовили мы наших трех агентов. Проапгрейдили достаточно наше агентство. И теперь мы идем за военными чертежами, посмотрим, что нам за это дадут. Потом попробуем, может быть, еще морские. Ну, или опять военные, на самом деле. Италия проиграла, кстати говоря. Турция, забавно. Итак, есть тут у нас также выбор. Сделали мы города концессии. Выбор дать вот этой восточной Азии плюс баф, да? Скоростроительство, производство. И получать 10 промышленностей, либо получать 50% их промышленности. Просто так. У них 0 промышленности, да? Единственное, как они ее могут получить, это по фокусам. Вот отсюда вот, да? Учитывая, сколько у них фокусов, я сомневаюсь, что они реально хоть что-то будут оттуда получать. Но вот этот баф абсолютно бесполезен, да? Потому что строить ничего не будут. Так что давайте возьмем хотя бы эксплуатацию, да? Может они хотя бы когда-то получат 2 фабрики, и мы получим с них одну. Может вот этот бонус не купится буквально никогда. И вот это мы исследовать тоже не будем. На самом деле даже можно было пока что-то еще. Да, давайте пока вообще что-то еще исследуем, что даст нам пользу. К примеру, вот эти верфи. Так, готова вот эта вот операция. Давайте посмотрим, сколько мы получили. 300% баф. Это очень серьезно, на самом деле. И знаете что? На самом деле мы сделаем это еще раз. Да. 300% Если бы я знал, я бы сразу начал исследовать. Эту технологию. Хотя мы можем немножко съедрить. Благодаря некоторым нехитрым манипуляциям мы оставили себе 300%. Вот это начали исследовать без бафа. Фактически мы просто берем баф сюда. Затем меняем исследование вот здесь. На что-то еще. Баф висит здесь. Исследование здесь есть. И отсюда меняем на что-то еще. И пока у нас не прошли дни, баф все еще считается неиспользованным. Достаточно простой, я бы сказал, обуз. Но, как бы говоря, хотелось бы иметь кнопку, которая говорит использовать или не использовать баф вот сюда. И мы этот баф, я думаю, вот сюда вот, на вот это пехотное снаряжение используем. И можно также подумать об, не знаю, авиации. Хотя, объективно говоря, авиацию мы уже не успеем, да. Нам нужно и проникнуть, и внедриться. И смотрите, нам не нужно снова внедряться. На самом деле очень классно. Можем продолжать красить у них чертежи. И вот уже в мае 1912 года у нас появились штурмовики. Добавляем их сюда. Достроим мы немножко буквально фабрик. И после этого начнем уже нереально застраиваться военными заводами. Может показаться, что у нас не очень много места для них. Так, скорее всего, есть. Поэтому здесь вот это снесем еще. Но еще у нас будет возможность вот этого советника поменять на вот это вот. И получить себе еще 10% возможных фабрик. Новые верфи мы вот так вот пускаем. Будем производить мы еще по два дредноута вот этих вот. И потом полностью переходим на подлодки. И нашими новыми ячерками исследований начинаем, собственно говоря, эти подлодки исследовать. Займет это много времени. Но к какому-то моменту войны мы это сделаем. И можем вот это переключить уже на время исследований. 360 дней, как бы да. В каком-то моменту войны нет. Мы за год до войны где-то это получим. Прекрасно. И мы опять отправляем наших шпионов к расчертежи. Опять получать какой-то бафчик. Почему бы нет. Тем временем мы вот здесь вот сейчас исследуем пехотное снаряжение 2014 года. И уже начнем его сразу производить. А вот у нас и истребители готовы. Так что мы в 2012 году имеем 14 техи. Очень уверенно. То же самое будет здесь вот. Тоже мы уже 14 теха производим. Да, переключаемся. Можно нам теперь продолжить исследовать вот эту вот. Вот эту единицу, да. Они тоже нам помогут. В 2013 году мы начнем производство. Я думаю, 14-му несколько единиц мы произведем. И они нам здесь помогут неплохо так пробиться. Но я думаю, на этом серии можно подзакончить. Мы очень неплохо технологически качнулись. Подстроили себе промышленность. Сейчас начинаем качать военную промышленность. И уже подходить к самой войне. Так что с вами был Допы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.